Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире заседание парламента Западной Армении. В Армении в Арцахе трехдневный траур. 72 добровольца из Ширака, находившихся в осаде в Хиншене, вернулись домой. Активное турецко-украинское военное сотрудничество. Первый тумо-бокс был открыт в Гаваре. Иванская крепость в Западной Армении и ее окрестности зарегистрированы как охраняемая природная территория. 19 декабря 2020 года состоялось очередное заседание второй сессии Национального собрания Западной Армении четвертого созыва. Представитель Республики Западной Армении при ООН Лидия Маркусян поприветствовала присутствующих и предложила начать заседание минутным молчанием в память о воинах, погибших в Арцахской войне. Перед выступлением президентом Республики Западной Армении Арманаком Абрамяном был показан фильм, отрывок из фильма о Леониде Асгалдяне и интервью Гагика Генасяна. Президент Абрамян выступил с речью, касающейся послевоенной ситуации. В ходе заседания парламента были представлены новоизбранные депутаты, а также состав правительства, которое будет действовать до декабря 2023 года. Был определен календарь парламентских встреч на год. Подведены итоги деятельности государственных структур Западной Армении в текущем году. Подробности заседания будут представлены позже. С 19 по 21 декабря в Армении объявлены днями общенационального траура по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. В Ереване в субботу 19 декабря состоится траурное шествие от площади республики до военного кладбища Ярабалур. Его возглавил премьер-министр Армении. Власти республики Армении заявляют от почти 3000 погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Поиски пропавших без вести идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джабраил, Физули и Зангелан. Группа из 72 жителей Ширакской области Армении, отправлявшаяся на войну в Арцах и попавшая в окружение в районе сел Мэтшен и Хиншен, уже находится по дороге домой. Написала депутат армянского парламента София Увсыпян в фейсбуке. Уважаемые граждане, я и на зале Багдасарян только что вернулись из сел Мэтшен и Хиншен Шушинского района. Там все нормально, дороги открыты, миротворцы на своих местах, отметила она. По словам Увсыпяна и добровольцев из Ширака, 72 человек, все нормально. Пересменка организована должным образом. Находящийся в санкционном списке США глава военной промышленности Турции Смаил Демир провел переговор с украинскими военными в Киеве. Агентство «Анадолу» сообщило сегодня, что Украина планирует продолжить закупку турецких беспилотников, поскольку намеревается закупить военные корабли для усиления своей безопасности на море. В Киев отбыла высокопоставленная турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мавлютом Чевушоглу и министром обороны Хулуси Акаром. Они ведут переговоры со своими украинскими коллегами в формате 2 плюс 2. В административном центре Гигаркуника в городе Гаваре состоялось открытие первого ТУМО-бокса, который направлен на развитие образования и инноваций в городах и селах области, сообщает Пресс-служба Минобразования, Науки, Культуры и Спорта Армении. Проект реализован совместно с Центром креативных технологий ТУМО в сотрудничестве с компанией. Цельного открывшегося в Гаваре центра ТУМО-бокс обеспечить доступность учебной программы ТУМО для молодых людей из наибольших общин. Практические занятия для гаварских студентов будут организованы в Центре ТУМО в Дилижане. Каждый ТУМО-бокс будет обеспечивать обучение в области технологии и дизайна для около 320 молодых людей. Следующий ТУМО-бокс откроется в общине БЕРТ в Тавушской области Армении. В Министерство окружающей среды и городостроительство подготовило отчет об экологической территории Иванской крепости и ее окрестностей в Западной Армении. Отчет был включен в повестку дня Иванской областной комиссии по охране природных ресурсов в ноябре и принят на регистрацию решением 241 от 13 ноября 2020 года. Крепость Иван и окрестности были зарегистрированы как охраняемая природная территория. Напомним, Иванская крепость – это оборонительное сооружение, построенное в IX-VII веках до н.э. в Тушпе, столице Араратского царства. Тушпа находится в черте современного города Иван. Это самая большая крепость в своем роде. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Даляяман в Дадиванке. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...